Друзья, рады приветствовать всех вас. Это Москва, стадион «Янтарь». Сегодня здесь в рамках 12-го тура женской суперлиги встречаются команды ЖФК «Чертаново» и ЖФК «Зенит». Как все мы понимаем, «Зенит» представляет славный город Санкт-Петербург, нашу северную столицу. В некотором смысле сегодня дерби двух столиц. Можно и так называть, хотя, конечно, еще до этого дали первое очко в этом чемпионате. И вот тут же опасный момент у ворот «Чертаново» и едва он не завершается голом. Татьяна Морина играет в этом сезоне практически бессменно в центре обороны, но сегодня у Юли травма, поэтому капитанская повязка на плече Алены Андреевой. Ну а в центре обороны Бессолову подменяет Диана Кузьмина. «Зенит» в атаке. И вот сейчас может получиться интересно. Татьяна Морина за мяч зацепилась, крутит, вертит и бьет по воротам. Диана Бономарева отбивает. И вот эта девушка, которая добивалась. Сейчас мяч стоит особо. Удар по воротам! И счет открывается. И делает это Екатерина Морозова. И Кобелова, кстати, записывает на свой счет еще одну голевую передачу. Ну и здесь Екатерина Морозова опередила. Но впереди очная встреча. Латмотив накануне выиграл 1-0. А ЦСКА в эти минуты играет с Рязанью ВДВ. И также выигрывает. И матч в эти минуты проходит также в Краснодаре. Хорошая поддача снова от Белова. И мяч! Где мяч оказался в итоге? По-моему, Людмилы Шадриной, которая умудрилась таки его проткнуть туда. Около 20 минут в первом тайме играть. Завершился первый тайм. За счетом 1-0 «Зенит» был чуть активнее. У Чертанова были только подходы к чужим воротам. На 17-й минуте после подачи углового Екатерина Морозова. Головой потрезла таблица женской Суперлиги. Два матча этого 12-го тура уже завершены. Накануне «Локомотив» выиграл у «Звезды». 2005 со счетом 1-0. Ну и сегодня, буквально несколько минут назад, завершился матч в Краснодаре. Там зафиксирована нулевая ничья. И опасного ворота Чертанова. Это Морина. Счет становится 2-0. Убежала от всех Татьяна. А у «Зенита» циферка теперь сменится. Счет будет 2. Вышло 1-1. Убежала от всех. Как-то быстро все это произошло. Никто не успел заметить, как мяч от одной штрафной до чужой переместился. Это осень в Москве. Навес в сторону Морин. И та выигрывает второй этаж. Но удар чуть выше ворот. Снова Шадрина и Морозова чужой штрафной. Подача следует на ближнюю штангу. Чуть не добила «Ника». Но тем не менее, с мячом остаются «Зенитовки». И здесь суета. Где у кого в итоге окажется мяч? Он оказывается... Опа! Мяч пролетает рядом с девяткой. Как показалось, по крайней мере, отсюда. Сверху. Просто заметался мяч. Каким-то неведомым образом. По-моему, это была, да, Зарина Шарифова. В окружении четверых, пятерых футболисток умудрилась его сохранить, подработать и пробить. Чуть-чуть не попало. Помимо матча с Чертановой, «Зениту» предстоят еще два поединка. А вот на добивании сейчас может оказаться «Ника Белова». Но все-таки мяч полетел туда левее. И бить уже было неудобно. Неудобно. И угловой флажок. Еще одна подача. И это гол! Прямым ударом с углового. «Ника Белова» забивает мяч у ворота Чертанова. Ничего себе! 3-0 становится счет в пользу «Зенита». Но обманула, обманула всех «Ника», потому что последнего угловых 4-5 штук она подавала на ближнюю. И все снова ждали, что опять пойдет на дачу на ближнюю. А «Ника» вот такое исполнила. Концовка матча идет. Последняя 10-минутка. Вряд ли много добавит Надежды Горинова. Хотя были и замены. Были и Прихрамовая уходящие из поля. Футболистки, а это счет 4-0. 4-0. «Ника Белова» оформляет дубль. Застыли на мгновение все футболистки и смотрели на главного арбитра. Что решит она? Не сразу показала на центр. Посмотрела сначала на свою ассистентку. Не поднимет ли она флажок. Но в итоге зафиксировали гол. 4-0 в пользу «Зенита». Дальняя передача и поймала красиво на голеностоп Вера Симоновская сделала вот эту интересную передачу. Может просто перепутали тройку с пятеркой. И было добавлено 5 минут. Все. Свисток Надежды Горинова. И поздравляем с единиц победы. Чертановка не расстраивается. Все впереди. Молодость она такая. Позволяет прогрессировать с каждым днем. Еще раз всех благодарю за внимание. Чао. Никуда не переключайтесь. Послушаем действующих лиц. Они расскажут нам что-то важное и интересное. Пока.